Я родился Живу я в великой России, Чем горжусь и чему очень рад. И народ у нас горный и смелый, Патриоты страны старом лад. Разгромил он фашистскую силу, Стал трюпом победы парад. Россия, ты наша сила, Россия, ты наша мать, Миролюбиво, добра и красиво, богатенье. Дорогие друзья, сегодня проходит 10-й раз парад памяти на площади Куйбышева. Наш клуб традиционно принимает участие в 7-й раз. Поздравляю всех жителей Самарской области добра, здоровья и мирного неба над головой. В параде памяти мы уже традиционно принимаем участие в 7-й раз. Это очень значимо, конечно, не только для Самары, но и для всей страны такое событие, потому что оно происходило на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok Такое событие показало всю мощь нашей армии на тот период. Ведь были приглашены многие иностранные представители в атташе. И когда они увидели, какие резервы внутри страны, какая мощь за нашей спиной, многие изменили свое мнение в лучшую сторону, в нашу сторону. Япония по-другому стала смотреть, они же тоже собирались включиться в войну. Для нашего клуба, конечно, это честь принимать участие в таком значимом событии. И, конечно, очень рада, что нас приглашают. Мы даже в 2017 году были с организаторами. Но, как известно, в этом году был дан клич организаторам мероприятия сделать это все в режиме онлайн. Что мы делали? Дорогие друзья, мы участники военно-исторического клуба «Патриоты» из города Тольятти. Поздравляем вас с юбилеем Парада памяти. На протяжении 10 лет это мероприятие проходит на площади Куйбышева, где тогда, в далеком 1941 году, прошло 25 тысяч солдат, которые сразу отправились на фронт защищать свою родину, свой дом и своих близких. Военно-исторический клуб «Патриоты» поздравляет вас с праздником, желает прежде всего крепкого здоровья, огромного счастья и успешной реализации будущих мероприятий. С праздником! В парке «Победы» провели небольшую тренировку около памятника матери солдатки. Ну, такой памятник, конечно, давно уже надо было сделать, оно очень тоже значимое для нашего города, очень нужное, символично, наверное, для нашего клуба. Провели такую небольшую съемку и отправили организаторам. Мы же и стоим на месте. И вот сейчас у нас новая идея возникла. Это создать книгу памяти ребятам, кто награждены медалью за отвагу. Так она будет называться «Книга отважных». Ну, это как бы такая предварительная информация. На данный момент у нас уже около 45 человек. Ребята уже откликнулись. В марту месяц мы ее должны выпустить. Всем привет! Мы находимся в республике Башкортостан, Силу Райманово. Здесь будет проходить очень важное мероприятие, посвященное одной из битв Великой Отечественной войны 43-го года, а именно битвы за Днепр. Хочу пожелать всем удачи. Мы победим. Не переставайте верить в нас. Пока-пока. Приехали с детьми посмотреть на реконструкции боя. Сегодня замечательная погода. Очень много зрителей. Мероприятие сегодня такое у нас будет интересное. Скажем так, необычное. Мы сегодня впервые будем переходить речку на лодках. Типа на плотах. Мы сегодня разведгруппа из шести человек. Взрывы отсюда идут, мы заходим с той стороны. А он, поймёчек же в Зоте сидит. Да, мы заходим с той стороны, как сзади получается. Вот, я вот об этом говорю. Мы сзади его получается валим, все шестеро, потом шестеро уходим вверх. Ребята, сегодня, короче, танки будут. Саш, ты как насчёт танков так? Да я взорву этот танк. Зорвешь? Понял. Ты только знаешь, что у меня просьба, единственное, еду оттуда не забирай, ладно? Мы кормим военных, советских, также немецких солдат. Каши гречневые, чай, булочки, хлеб. Вот такая каша. Каша вкусная, горячая. Привет. Ждём. Через два часа начнётся будет. Мы представляем военно-исторический клуб Рейд, который проводит реконструкцию. Приложены участники с разных регионов. Тольятти, город Самара, набережные Челны, город Бавлы, Бирск. Мероприятие должно быть зрелищным, погода способствует этому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вадимир, может, что скажете? Рано ещё говорить. Реконструкция в Башкирской области была посвящена форсированию Днепра. Мы реконструировали подвиг их земляка Огледенова, который в 43-м году, в сентябре месяце, при форсировании Днепра со своим взводом, он был помощником командира взвода, сержант, произведя разведку на правом берегу река Днепр, захватил плацдарм небольшой, уничтожили в этом бою 17 гитлеровцев, из них 7 офицеров. Потом, в течение дня, они отражали яростные атаки фашистов. Погибли многие его служивцы, но все атаки были отражены. Наш герой был ранен тяжело, но на правый берег он не переправился. В этом бою лично уничтожил в рукопашной схватке 12 фашистов, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Героя Советского Союза. Город Туймазы, такой небольшой город, 68 тысяч населения, если область, с областью около 130 тысяч населения. В годы войны на фронт ушло без малого 30 тысяч населения мобилизовали, из них 15 тысяч без малого не вернулись. 15 тысяч были награждены орденами, медалями того периода. Шесть из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Героя Советского Союза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, я думаю, непреодолимых у нас препятствий вообще нет. Продолжение следует... Все отлично? Иперкапут! Отлично! Все отлично, да? Ну, скажи... Военно-исторический клуб «Патриоты» город Тольятти, руководитель Аввакумов Сергей Степанович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всем огромное спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень с радостью! Даже если куда-то есть другое место у нас мероприятие, мы откладываем, но едем именно туда. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это все однозначно зависит от организаторов. То есть организаторы, вот не в укор будет сказано другим большим городам, где, конечно, организации очень хромают, но от них все зависит. Да, и питание, и питание боеприпасами, и взрывотехника там, это было просто потрясающе, да. И вот я еще нигде таких не встречал. Вот тем больше ближе к Уралу, из-за Урали туда, да, тем душевней, и такая семейная обстановка среди реконструкторов. И как нас кормили, это тоже отдельно стоит, наверное, сказать. Наверное, вот как дома вас кормят, так и там. Плюс еще после реконструкции шашлык нам дали тоже самое, постаграмм фронтовых, подарки, сувениры, как обычно. Башкиры вообще молодцы насчет этого, да. Ну, мне-то вообще подарки им завалили, потому что у меня был день рождения, так совпало в этот день, да. Иван Ильич, от лица клуба позволю выразить общее мнение, вот, как командир. Вот смотри, человек, да, он ценен своими деяниями. Вот посмотри, сколько людей. Я думаю, все мы собираемся, все с удовольствием ездим на мероприятия, и все благодаря тебе. Вот, мы хотим тебя поздравить с твоим днем рождения. Вот, и подарить тебе подарок, который тебе, ну, от нас, от нашей души. Да-да-да, общей души, да, вот на этих мероприятиях, чтобы тебя тоже радовал. Ты смотрел и увидел, насколько нам приятно ездить на такие мероприятия. Заниматься, вот, и нашу благодарность выразил. Поэтому, с днем рождения! Ура! Открывайте, Сергей Степанович, открывайте. Открывать не надо, аккуратно. Надо рвать. У тебя кваски шоу. Вот. Ух ты. Найдешь, куда поедешь? О-о-о-о! Такой подарок, конечно! О-о-о! 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 Похоже! О-о-о! 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 Позади, позади гора. Как, Леш? На шуруп? На шаг. На шаг. Вот. Это афганская гора. Рисовал. То есть, афганская гора и ты на фоне нее. Это намек, да? Ха-ха-ха. Ну, ту гору мы еще не брали, ну, значит, возьмем. Встретили, конечно, на высшем уровне, организация была, говорю, на высшем уровне. Все покормили на высшем уровне и проводили так же. Все молодцы, да. С каждым годом, как обычно, все лучше и лучше, да. Так хочется туда все бросить и опять поехать. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...